Настоящее грузинское лобио Из Тбилиси привезены, из Грузии И сейчас на сегодняшний день действительно очень много людей туда ездит путешествовать И Грузия такая настоящая стала страна, которая любит туристов, принимает их Вот прям такое, понимаешь, направление, мне кажется И оно экономичное, оно и вкусное И это недалеко, по большому счету И самое главное, все очень гостеприимны Поэтому, если ты еще не была в Тбилиси, пожалуйста, поезжай Но мы с тобой уже были в Тбилиси Я думаю, мы с тобой туда вернемся неоднократно И вот когда мы с тобой были в Тбилиси, как ты помнишь, мы купили специи И вот теперь мои специи, которые я привезла из Грузии, я так горжусь Вот они у меня здесь в баночках Ты посмотри, какие эти баночки удобные Баночка стеклянная Поэтому я вижу, какая у меня здесь специя Это шафран Это сванская соль Это у меня молотая кинза или кориандр еще называется Это уцха сунели А это хмели сунели То есть вот все уже понятно, где у меня что А теперь смотри, еще одна Вот какая крышечка Можно совсем чуть-чуть насыпать Можно насыпать гораздо больше И таким образом и сванская соль, которая помолота крупно Она абсолютно спокойно высыпается из баночки И точно так же, если нужно совсем на кончике ножа чего-то Ну а если нужно открыть Баночку просто открываешь и берешь Так что вот какая красота А посмотри, какие банки с лимонами Я вообще считаю, что лимоны Это знак вот какого-то такого счастья на кухне Потому что лимон, он имеет отношение и к здоровой, полезной еде А еще он имеет отношение к вкусу У него такой яркий, ну незабываемый вкус Теперь, кроме специй, конечно, нужно поджарить лук Вот такого среднего размера Луковица Мы ее должны нарубить мелко Ну конечно не так мелко, как для ризотто Но техника та же Поперек, несколько надрезов Не разрезая до конца И вдоль, несколько надрезов Тоже оставляя возможность луку держаться вместе Этот хвостик уже можно Он и не нужен Так, вот лук порезан Чеснок Вообще это рецепт моей подруги Мэгги Она менгрелка И это, тут много секретов именно менгрельских Например, такой секрет, что фасоль нельзя накрывать крышкой, когда варишь Иначе лобио потом потемнеет Вот, поэтому И чеснок, она говорит, добавляет столько, что ты больше любишь Если ты любишь, нет, то есть единого количества Раз навсегда установленного для добавления лука и чеснока Главное, чтобы это соотношение устраивало тебя Разогреваем масло На сковороде Пару столовых ложек И добавляем сюда к маслу Лук и чеснок На невысокой температуре обжариваем лук и чеснок Вот у меня фасоль Фасоль я варила Добавляя всего два лавровых листа Больше ничего Это опять-таки в соответствии с рецептом Мэгги Красная фасоль Которая абсолютно гениально заменяет мясо То есть если ты решила отказаться от животного белка Вот этот первый продукт, который должен быть у тебя на кухне Более того, если ты думаешь о том, что такое здоровое питание Это тоже тот продукт, которого ты не можешь избежать В том, чтобы его использовать Потому что это тот белок, который очень легко усваивается А еще с этой фасолью можно готовить гарниры, супы Очень просто Просто замачиваем на ночь И потом варим до готовности Занимает гораздо меньше времени Фасоль впитывает влагу за ночь Нужно обязательно только слить ту воду, в которой ты ее замачивала И потом она становится вот такая нежная Посмотри, что интересно У меня есть такая хорошая колотушка Бабушкина, между прочим Что интересно Фасоль эта, ее нужно разминать Вот так вот Прямо в жидкости, в которой она варилась И эта фасоль Посмотри, у нее сохраняется оболочка Ну абсолютно потрясающий Крахмальный, вот этот нежный Получается вкус и состав Вот мне кажется, для приготовления лобио Это просто идеальный вариант И вообще она во многих кухнях мира используется Действительно, ну потому что А это ведь всегда, когда продукт человечеству необходим Он используется в очень многих национальных кухнях Так, вот я ее разминаю, эту фасоль Таким образом, именно с той жидкостью В которой она варилась Видишь, что получился такой Чудесный почти пюре Но консистенция должна быть такая Крупного пюре Ни в коем случае не блендером Именно или деревянной ложкой Или вот так вот толокушкой Если у тебя бабушка такую толокушку Оставила наследство Еще по рецепту Мэгги Первую воду после закипания фасоли Тоже нужно сливать Поэтому я так и сделала сегодня Все Посмотрим, что получится Настоящая грузинская вода Я не сомневаюсь Вот честное слово Мне просто кажется, если кто-то хочет У него обязательно все должно получиться Красивый цвет дает эта фасоль Очень красивый, насыщенный И мне действительно очень нравится эта структура Бархатистая Кремовая такая Очень нежная Растираем Кстати, как только лук у нас готов наполовину Мы добавляем сюда наши специи Шафран Кинза Хмели-сунели Сванская соль И утка сунели Немножко еще посолю саму фасоль Чуть-чуть Сюда же фасоль добавляю Сейчас Вот сейчас Специи, когда прогреваются, понимаешь Начинается же совсем другая песня Потому что специи Отдают аромат свой гораздо сильнее Когда их нагреваешь И луками сейчас пропитается А это Сушеный тимьян И прямо вот здесь вот Чайную ложку Сушеного тимьяна Так, вмешиваем все Лук еще должен пожариться Буквально одну минутку А мы тем временем Берем кинзу Мелко ее рубим Тоже посыпаем Немножко сванской солью И еще порубить Ох, какие ароматы Сванская соль, конечно Да Сванская соль Это тоже песня Культурное наследие Абсолютно Так Добавляю сюда Аджика Для остроты Кто не любит, можно без аджики Но я считаю, что Аджика это тоже культурное наследие Это не очень острая Столовую ложку Она бывает разная по остроте И тоже, кстати, в разных регионах В Грузии делают разные аджики Она бывает зеленая Она бывает красная То есть разная бывает такая И по интенсивности И вообще по вкусовым составляющим Добавляем Чудесный этот лук сюда Так Уже колотушка Толкушка Толокушка Нам не понадобится больше Но все делаем деревянной ложкой Перемешиваем И теперь кинза Со сванской солью Все, до последней капельки Хочется-то отправить Тоже добавляется сюда Ну, это же просто песня Это нужно видеть, как это прекрасно Поэтому выкладываем В какую-нибудь красивую посудину Так Ну вот Такая радость у нас получилась Берем чеснок Нам понадобится 4-6 зубчиков В зависимости от того, какого размера у тебя баранья лопатка Я предлагаю запекать сегодня баранью лопатку Вот у меня две такие небольшие Очень молоденькие лопатки лежат И 4-6 зубчиков чеснока Чтобы побольше было чеснока Я люблю Мне кажется, что это мясо очень хорошо сочетается с чесноком Для того, чтобы было его проще растирать в ступке Во-первых, я его раздавила Ножом А во-вторых, его нужно обязательно присыпать Такой щедрой щепоткой соли Морской И соль, она амбразивна для чеснока И она из него действительно помогает вынуть масло То есть вот этот аромат весь чесночный Сейчас с солью соединиться и будет прекрасно Начинаем растирать И моментально получается Посмотри, вот пюре Видишь, как сочно Вот то, что нам нужно Теперь зелень А вообще, мне кажется, что Баранина, она дружит с любой зеленью И кинза прекрасна Розмарин чудесна Тимьян замечательна Петрушка вообще Подходит под любые продукты, мне кажется Но вот сейчас мы с тобой используем мяту И это тоже абсолютно Такое, я бы сказала, феерическое соединение Мята, чеснок Такие сильные ароматы для баранины Да, сильные ароматы, конечно Ну, во-первых, у нас молодой барашек Поэтому не нужно заглушать запах мяса Но бывает так, что этого не должно быть На самом деле, я тоже не очень люблю Когда вот пахнет так, знаешь, бараниной Мне кажется, что мясо должно иметь нежный Специфический, но нежный аромат Очень легкий Мне кажется, это еще зависит от того Чем кормят, да, вот Барашков От этого изменяется потом И вкус, и запах От возраста, да Да, и от возраста, конечно Вот, и поэтому мы сейчас вот с тобой Растираем ароматную мяту С ароматным чесноком И получается у нас вот такая Посмотри, мята тоже с удовольствием Под ступкой, видишь А вот так вот на самом деле в Генуе Делали раньше хозяйки песто Растирали базилик с чесноком С кедровыми орешками Добавляли туда тертый сыр И все это делали вручную До сих пор Есть лавки На вот там, на Лигурийском побережье Где можно найти Песто, сделанное вручную Я тебе хочу сказать Отличается от того, когда мы С тобой измельчаем в комбане Но времени никогда нет на это Так, растерли Теперь сюда же в ступку Я добавляю Наршарап Наршарап Это гранатовый соус Который, между прочим, используют Очень часто В азербайджанской кухне Четыре столовые ложки Я добавляю Оливковое масло Ты знаешь, чем прекрасно это масло? Ну, во-первых, я обожаю его вкус Его аромат Его цвет Его польза Но еще Когда вот просто Осознание того, что это масло Из элитных сортов Испанских оливок Дает такой купаж Как прекрасное вино делают Понимаешь, вот это вот Сразу наполняет Наше блюдо Еще большим И смыслом, и вкусом Так Теперь сюда же мне нужно Меда добавить Столовую ложку Так, вот Столовую ложку меда И лимон Цедра и сок двух лимонов Так Цедра одного лимона Достаточно главное Чтобы она была натерта Очень-очень мелко Удобнее всего делать На такой терке И сок Так Еще сок одного лимона И вот таким образом Мы готовим маринад А при желании Можно оставить В этом маринаде В холодном месте На 12 часов Мясо Но в принципе Достаточно того Чтобы как следует Натереть его И поставить запекаться Так Перемешаем все Теперь берем Вот наше мясо И смотрим Если нужно где-то срезать Жирок Но он такой молодой Что ничего не нужно Никакого жирка срезать Может быть где-то Какие-то сделать Вот такие Так И маринад Затолкать Не только намазать Да, пропитать Но еще и постараться Затолкать В эти надрезики Которые мы здесь сделали Вот зелень Мяту Со всех сторон Обмазываем Как следует Не жали Все, что мы сделали Все должно уйти сюда На противень Не потеряли Ни одной капли Красота Согласись Да Духовка у меня Это очень важно Температурный режим При запекании мяса Очень возраженная штука Вот сейчас В моей духовке Температура 200 градусов Но как только Мы с тобой поставили мясо В духовку Мы убавляем температуру До 160 градусов И теперь Часа два Два с половиной Мясо у нас должно томиться Все, что нужно Иногда на него поглядывать Ты знаешь, что зависит От размера куска Но на такой низкой температуре 150-160 градусов В принципе Вот такого размера Кусок должен томиться Два Где-то Два-три часа У нас здесь Травка Вот я предлагаю Присыпать всю эту Красоту Тархуном В Грузии очень любят Тархун Тархуном И гранатом И подавать Красота Очень красиво Правда, праздник Праздник Как я люблю Баклажаны А знаешь, как выбирать Баклажаны Баклажан должен быть Тяжелый И плотный Как только баклажан Слишком легкий Это значит Слишком много семян То есть он перезревший Это значит Он не будет таким вкусным Я беру баклажаны Обязательно их нужно брать Лучше среднего размера Слишком маленькие Это тоже не очень хорошо Или вот Ну вот такие Толстенькие Такие плотные И чтобы не было Никаких пятен на них Разрезаю их Видишь Вот так вот вдоль Красавцы Все равны Как на подбор С ними дядька Черномор Так Теперь я беру Небольшой нож И делаю такие Надсечки Стараясь Не прорезать Ну как можно глубже Но при этом Не прорезая Кожуру Видишь Оп Чтобы все целенько было В принципе Есть два способа Запекания баклажанов Можно запечь баклажан Вынуть Вот эту Замечательную мякоть Смешать ее Там с чем хочешь С помидорами С тушеными сельдереем Имбирем Чесноком Перцем чили С оливками С каперсами С кусочками сыра Моцарелла Например Какого-нибудь мягкого сыра И потом еще раз Подпечь там Под корочкой сыра Либо Вот как я сейчас Мы их просто надсекаем Запекаем А сверху Делаем корочку Из помидоров Оливок Каперсов Чеснока Травок В общем получается У нас такой Не фаршированный баклажан А баклажан Такой приукрашенной корочкой Под корочкой Выкладываю баклажаны Так Теперь щедро Щедро Экстра Вирджин Оливойл Масло здесь Просто Один из основных Ингредиентов Потому что баклажаны Очень жадные Они очень любят масло Им очень хочется Чтобы масла было много Но при этом Когда мы их не жарим И запекаем Все равно в любом случае Масло идет меньше Чем при обжарке баклажанов Поэтому мы с тобой Не жадничаем А так добро Щедро Баклажаны Снабжаем вкусным Ароматным Пахучим маслом Но на самом деле Нам это тоже с тобой нужно Потому что от этого Вкус баклажан Только выигрывает Теперь соль И перец Все И вот как раз Духовка у меня Как следует Разогрета И я отправляю Баклажаны Минут на 15-20 Чтобы они у меня Пропеклись До такого Практически готового Состояния И пока баклажаны Пекутся Мы с тобой Займемся Приготовлением Той самой корочки Прекрасной Здесь у меня Оливки В которых уже нет Косточек Мы теперь Их должны с тобой Вот так мелко Нарубить Штук 6-7 Нам понадобится Всего Вот на те Три баклажана Которые мы Разрезали пополам Мелким Вот таким Вот Видишь Кубиком Рублю Теперь к оливкам Добавляю Каперсов Между прочим Крымские каперсы Когда-то в Крыму Говорят Росли каперсы И крымские каперсы Были вкуснее Чем каперсы Средиземноморские И их солили Мариновали И отправляли Вот как раз Именно и во Францию И в Италию Представляешь Вот честно говоря Не знаю откуда Вот эти у меня каперсы Так Но я их должна Изрубить Чтоб они были Вот такими Небольшими кусочками Ну вот Перемешиваем Пару зубчиков Чеснока Есть И тоже туда же Изрубить Единственное Что нужно помнить Что и оливки И каперсы Да и потом Сыр Который мы будем Добавлять В эту заправку Довольно соленые И поэтому Я вот сюда Перец добавлю еще Но соль уже Добавлять не буду К тому же Я очень щедро Посолила Мои баклажаны Ну ты знаешь Соль это такое Персональное дело Личное Хочется Посолонее То можно Немножко присолить Но я вот Не буду Я Есть Ну вот Слушай Можно уже Этим даже Ограничиться А уж если Мы добавим Сюда Или тимьян Или розмарин Можно сухой Не обязательно Свежий Потому что Это все будет Запекаться И напитаться И напитаться Томатным соком От помидоров Из банки Помидоры Из банки Потому что Потому что Не август Месяц Потому что Хоть уже и весна И лето Скоро будет Но все-таки Помидоры еще не те Поэтому помидоры Из банки Так Ну вот Несколько веточек Тимьяна Сюда И теперь Всю эту красоту В небольшую миску Без оливкового масла Никуда Столовая ложка масла Как и договаривались Перец И вот теперь Немного помидоров Помидоры В собственном соку Кусочками уже Порезанные Без добавок Тут больше ничего нет Помидоров Должно быть больше Чем всех остальных Ингредиентов По объему Потому что Помидоры сладко-кислые С баклажанами Их очень любят И у них нет Такого насыщенного Интенсивного вкуса Как у оливок Или каперсов Или даже чеснока Естественно И они еще дают Сочность баклажану Поэтому вот тут С помидорами Мы с тобой Просто я знаешь Вот так вот потихоньку Чтобы не перебрать С соком Жидкость Ну вот Получилась у меня Эта заправка Все что мне осталось сделать Это взять терку И на крупной терке Вот это у меня Сулугуни Но сулугуни Не соленый Такой слабо соленый Мягкий Не очень Выдержанный Свежий сыр В общем В общем Ты берешь Любой свежий сыр Который тебе по вкусу Сыра надо много Я думаю Я думаю Грамм 150-200 Но все-таки У меня 6 Понимаешь Кусочков этих баклажанов Но это как бы Мне кажется Одна половинка Это вот одна порция Если ее подавать С зеленым салатом Или там Можно просто Сами по себе Такое дополнение Какого-нибудь Кусочку мяса То вот Корочка Мне кажется Должна быть Толстенькая И зажаристая И аппетитная Ну вот Есть А теперь Вот это У меня Фермерский Козий сыр Такой фермерский Козий творог С очень Нейтральным вкусом И я нарезаю Его вот такими Небольшими Кружочками Но его можно И поломать Поломать Такими Крошечками Так Ну вот Смотри Вау Баклажа Баклажанчики Вот собственно говоря Видишь до какого состояния Мы их подпекаем И теперь Теперь Выкладываем сначала Помидоры Вот видишь И теперь вот в эти разрезы Томатный сок Будет проникать Согласись Это просто Но в то же время Это очень полезно Красиво Ну я надеюсь Что тебе Потом ты скажешь Что это вкусно Что тебе понравится И сейчас Я поставлю В духовку Вот эту вот Ну можно сказать На фаршированную Красоту Еще минут на 20 Чтобы Как раз Баклажаны Пропеклись Теперь уже С этим томатным Прекрасным соусом Ну и потом Только присыпем сыром И все будет готово У нас же там Баклажаны в духовке Ты не забыла? Я вот помню Я вот помню Сыр Баклажаны Вау Посмотри Ну Чудо чудное Чудо дивное Теперь Сначала часть сыра Чтобы вот так вот Помидоры закрепить Корочкой Теперь Вот тот Козий сыр Который мы с тобой Порезали Так Есть Теперь Немножко масла Чуть-чуть Это уже знаешь Для золотистой корочки И теперь Оставшийся сыр Вот так вот Щедро Так выглядит Прекрасно Выглядит Ла-ла-ла Правда? Да Так Все Духовку Чуть-чуть Убавлю Температуру И пусть пекутся Баклажаны Баклажаны Ла-ла-ла-ла Боже 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 Ну это просто Хит сезон Я считаю Это просто Божественно Выкладываем На какую-нибудь тарелку Тарелку Ну согласись Это правда Это и выглядит Да И вообще И Ой Прямо Посмотри Какие они мягкие стали Бля Что ты ездишь-то? Не езди Смирись Баклажаны от тебя забираем Так Бля Вот так Немножко Вот так вот смотри По веточке Ну оно очень просто Ведь это готовится Это очень И как быстро Это просто быстро Действительно Я вообще Чем дальше Тем больше Работы больше Поэтому я понимаю Что нужно Рецепты должны быть Максимально эффективны Но в то же время Они все равно должны быть Конечно же Вкусными И эффектными Ну вот Вот такая Вот у нас получилась История на закуску Вообще Грузинские специи Это песня Я хочу тебе сказать Потому что Их не так Может быть много Как в Индии Или на Ближнем Востоке Но Все эти специи Абсолютно Имеют такой смысл И так преображают еду Поэтому Вот у меня йогурт Ну как ты знаешь Вообще Мацони На Кавказе Очень широко Используется От простого Употребления До употребления Зеленью До приготовления Всяких соусов И для маринадов Тоже Поэтому мы с тобой Сейчас берем Вот такого Прекрасного Цыпленка Кладем его В большую миску Делаем надрезы Вот так вот Ну тут уже где-то Кожица где-то Прорвалась Так В эти надрезы Мы потом с тобой Будем Во-первых Маринад Лучше так В них проникнет И будем с тобой Отправлять Масло сливочное Конечно мы все знаем Когда Нас угощают В Грузии Цыпленком Топака Да Вот это все Нам известно Это менее распространенный Рецепт На самом деле Я его попробовала В доме у своей подруги То есть это тоже Я бы сказала Такой грузинский фьюжн Когда мне нужен имбирь Имбирь вот он Когда И терка Когда Грузины Очень любознательные И действительно Очень талантливые В еде В кулинарии Ну и во всех других областях Мы знаем Что они поют Прекрасно Танцуют Отлично Гостеприимно И так далее После посещения Грузии Можно пить Дифферамбы Бесконечно Корень имбиря Натираем Натираем на терке Мне нужно Где-то пол чайной ложки Натертого имбиря Чтобы он не заглушил Все остальные Грузинские специи Я в Грузии Далеко не первый раз Я даже там какое-то время Жила Я тебе про это рассказывала Поэтому для меня В принципе Как бы Есть много знакомого И в кухне И вообще В стране В этой Да Она для меня Не такая уж Экзотическая Или какая-то такая Чужая Да Но тем не менее Каждый раз Когда я бываю там Я очень много Для себя нового Открываю Чеснок Грузинская кухня Любит Уважает Часто его использует Так Добавляю это В йогурт Можно взять Если есть возможность Использовать мацони А мацони Это йогурт грузинский Мацони Это тоже Кисломолочный продукт То есть Это молоко Сквашенное Определенным образом Оно отличается И от йогурта И от Простокваши И от всяких Разных других Кефира Ряженки Но все-таки Это вот такая Похожая история Поэтому я считаю Что здесь заменить Мацони йогуртом Вполне себе Допустимо А вот теперь Сами специи Вот это у меня Кинза Кинза Что такое кинза Это молотые Семена кориандра Вот Четверть чайной ложки Пахнет волшебно Уцхасунели Уцхасунели Это как раз Такая специя Это не хмели Сунели Не путать Ой, как она пахнет Она пахнет орехом Чувствуешь? Прямо разносится аромат Идеально подходит Для Для птицы Иногда используется Для рыбы Но для птицы лучше Тоже пол чайной ложки И шафран Это эмеретинский шафран Он отличается Очень сильно От шафрана Испанского Дает и цвет Но нет такого яркого аромата Как от испанского шафрана Ну и не такой дорогой, конечно же И вот моя любимая Сванская соль Потому что Причем сванская соль У каждой хозяйки Она своя В сванетии Но осторожно Она очень соленая И очень-очень ароматная Сильная Ну вот Это наш с тобой маринад Смотри, какой он красивый Вот теперь в нем Нужно искупать Цыпленка Без специй Понимаешь Вот курица Такое же элементарное Да И я бы сказала Если есть отварной Каждый день Я думаю Все, кто когда-нибудь Сидели Пытались сидеть На белковых диетах Неизбежно Присутствие Куриной грудки В меню И если не использовать При приготовлении Даже для диетических Вот блюд Специи То это очень скучно Я не представляю себе Как можно Это выдержать Вообще Жевать эту куриную грудку В течение нескольких недель Это ужасно Так Она должна промариноваться Полчаса Мы пока она маринуется С тобой Приготовим сливочное масло Тоже Пряное Которое поможет нам Ее сделать И ароматнее И сочнее Для сливочного масла Нам с тобой понадобится Опять Во-первых Сливочное масло Должно быть мягким Мне нужно 120 граммов Сливочного масла Мягкого Так Красота Теперь в это сливочное масло Тоже сванскую соль Кумин Молотый Четверть чайной ложки Такая сильная специя Корица Четверть чайной ложки Куркума В данном случае Я сюда добавляю Не шафрана Куркуму Тоже четверть чайной ложки Полезная очень Специя Очень Такая прямо Для того Чтобы чувствовать себя хорошо Немножко каенского перца Так И все-таки я добавлю Кинзы И вот это Утха сунели Мне кажется Абсолютно нам необходим Все Алхимия Так Перемешали И дальше Как хочешь Может быть Если ты не очень любишь чеснок То уже сюда в масло Можно чеснок не добавлять Но я чеснок очень люблю Считаю Что необходимо Его в масло добавить Тоже Во-первых А во-вторых Мне кажется Еще нужно Сюда обязательно Добавить что-нибудь острое Кроме каенского перца Который Дает У него такая острота Не слишком ярко выраженная Там скорее больше аромата А вот Остроту Нам даст Или пепперончино Итальянский Наш дружок Или Перец чили Обычный Ну вот Так Добавляем И сюда же Немножко имбиря сухого Я вспомнила Чего мне еще хочется Чтобы немножко В унисон быть С маринадом Так И как я говорила Уже Острого перца Немного Прям на кончике ножа Совсем капельку Так Вот масло готово Что касается маринада Цыпленка так можно мариновать на ночь То есть поставить его в холодильник Ну и там с утра уже готовить Можно на пару часов Но тогда в холодильник не ставить А можно достаточно 15-20 минут Самое главное Промокнуть как следует маринад Освобождаем От лишнего Ну не совсем Прям так Так И теперь в те надрезы Которые мы с тобой делали Аккуратно так Пальчиком Освобождаем кожицу Видишь Чтобы получились Большие карманы И вот в эти карманы Отправляем масло Внутрь тоже масло А оставшимся маслом Натираю Всего Цыпленка Вот так И укладываю его В противень И вот теперь для начала Закрываю его фольгой Температура в духовке 180 градусов Выпекается он час Час 15 Ну в зависимости от размера Так Поехали То есть температурой Отлично 180 Все Какая красота Вот это То что я называю Идеальный цыпленок Знаешь что такое Кахетинское масло Кахетинское масло Это Подсолнечное масло Которое Делают кахетии Которое добавляют Вот посмотри Видишь Не всегда Но иногда Это Острый перец И оно такое Остренькое Ой И ароматное Пахнет Вот семечками жаренными Фантастика Это подсолнечное Это подсолнечное масло Да Но это холодного отжива масло Берем реган Берем тархун Берем петрушку Прямо такими Крупными веточками Вот уже Видишь как Берем немножко Укропа Еще кинза Вот Вот кинза Еще хорошо Еще кинзы Вот Если хочешь Добавляй мяту Но мне кажется Мята настолько яркая Вот я Мне ее сюда Не очень Она мне как-то Вот посмотри Какая красота Теперь Сюда же помидоры Возьмем Один красный Один желтый Грузины Тоже быстренько Поняли тренд И уже У них Можно увидеть И бурые Помидоры И желтые И черри И вот Сливки Такие маленькие То есть Очень большой выбор И конечно Так как действительно Они любят еду Они Как настоящий Южный народ Они к еде Относятся С благоговением И Собственно говоря Поэтому так вкусно Там всегда Все Поэтому Разноцветные Помидоры Там присутствуют Уже Везде И на рынках В ресторанах Ну посмотри Это уже Праздник Теперь добавляем Немножко оливок Без косточек Оливки Маслины Что тебе больше нравится Мне кажется Хорошо и тех и других Теперь Возьмем грецкие орехи Грецкие орехи Смешиваем Со сванской солью Сванская соль И немножко кинзы Семян кинзы То есть семена Кориандра По нашему будет Так Начинаем перетирать Так Кинза Капельку совсем Так Перемешиваем Ой какой аромат Я бы еще сюда Немножко хмели-сунели Добавила Хмели-сунели Которые обычно Добавляются В сациви И в лобио Чуть сюда тоже Вот Вот теперь Аромат Меня устраивает А теперь огурцы Обязательно почистить Прямо кругляшками Помидоры мы тоже крупно Порезали Огурцы тоже Режем крупно Так Огурцы Сулугуни Сулугуни я привезла С собой Но в Москве Тоже можно найти Сулугуни Я думаю Вообще на любом рынке Нашей страны Можно найти Хороший Сулугуни Так Главное Чтобы он был Не очень соленый Но это когда Если ты покупаешь И он тебе потом Дома показался соленый Его можно вымочить В молоке Перемешали Все Болели маслом И присыпаем Заправкой Щедро Так Вот Салат у нас готов Ты понимаешь Это же очень простые ингредиенты Но какой необычный салат получился Сегодня мы с тобой будем делать тарт Тарт Как правило Делается на основе Песочного теста Вот мы с тобой будем готовить Песочное тесто Иногда У меня бывает мало времени И я покупаю тесто Но это бывает крайне редко Потому что песочное тесто Чем хорошо Вот мы сейчас можем с тобой сделать Огромное количество Ну огромное Ну хоть тройную порцию И заморозить И оно Месяц Там несколько недель Живет в холодильнике Совершенно спокойно Вынул И у тебя домашнее Свежее Причем оно только лучше От этого станет Вот мне сейчас нужно Здесь 170 граммов Муки И Две столовые ложки Кукурузного крахмала И поверь мне Крахмал здесь играет Огромную роль В этом рецепте Итак Две чайные ложки Крахмала 170 граммов Муки 80 граммов Сахарной пудры Ароматная уже Ароматная Она с ароматом Ванили Целый пакетик Удобно Очень удобно Очень Так Разрыхлитель мне понадобится Для начинки Холодное Холодное Сливочное Масло 100 граммов Так Полпачки Так Начинаем Взбивать Можно конечно Порубить ножом Но честно говоря Гораздо быстрее Если это происходит В блендере Как только мы видим Что получается Крошка Которая напоминает Апанировочные сухари Добавляем По чуть-чуть Холодного молока Буквально По столовой ложке Не забыть Добавить соль Вот Нам понадобилось Три столовые ложки Молока Чтобы получилось тесто Теперь Быстренько Пока тесто Не успело Нагреться Делаем Из него Тоненький корж Ну Грузины тоже Десерты Наверное любят Да Грузины Просто любят Десерты Они их обожают Мне кажется Что грузинские Женщины Вообще Десерты готовят Для себя Исключительно И какое разнообразие Десертов И тоже Они очень быстренько Взяли на вооружение В каких-то ресторанах Модных Где делают Такую фьюжн Еду Вот например Есть шеф К которому я Часто привозила Там вот Девчонок Учиться готовить Грузинскую еду У нее так Как таковая Фьюжн еда Ее нельзя назвать Чистой грузинской Так вот Она делает И панакоту С грузинским акцентом И тирамису И так далее И всякие меренги Естественно Поэтому Грузины Понимают Грузинки Я бы сказала Вот тут уж Я не буду говорить Грузинки Понимают Толк в десертах Еще как Ну вот Практически все Можно не добиваться Чтобы края были идеальными Я тебе скажу почему У нас этот пирог Будет дополняться Наполняться Марципаном Марципан Но сегодня Особенно Мы с тобой несколько раз Готовили марципан С лесными орехами И с грецкими орехами И с миндалем А вот сегодня Будем готовить Миндаль и каштаны Будем их пользоваться Все На несколько минут 10-15 минут достаточно Если есть Возможно Полчаса Так Нам сейчас с тобой Нужно прокрутить Каштаны Через мясорубку Можно их измельчить Блендером Но мне через мясорубку Нравится больше И вообще Грузины Когда готовят Десерты Очень часто используют Грецкие орехи Они их тоже пропускают Через мясорубку Например В тот торт Идеал Который мы с тобой пробовали Идут грецкие орехи Так Теперь Чтобы немножечко Помочь Сливочное масло Нам нужно 100 граммов Мягкого Сливочного масла Вот ты знаешь Как определить Качество масла Масло Когда оно тает Если оно отдает Воду Не держит Вот такую прекрасную Сливочную консистенцию Это значит Масло не очень качественное Нужно 100 граммов Чудесного И цвета И консистенции Знаешь Я бы сказала У него теплый аромат Такой насыщенный Прекрасный совершенно Так Теперь Продолжаем Добавлять Каштаны Всего нужно 150 граммов Каштанов Но марципан Без орехов Невозможен Поэтому 150 граммов Каштанов И 100 граммов Молотого миндаля Который я уже Смолола Так Отлично Каштаны Мы добавили Теперь Масло Каштаны Миндаль Теперь Два яйца Сахарная пудра Сахарная пудра С натуральной ванилью 40 граммов Тоже очень удобно Пакетик И пол пакетика Разрыхлителя Начинаем Вымешивать Вот и получается У нас Чудесная Расчудесная Марципановая паста Красота? Да Так А теперь Груши И лимон Груши Режем пополам Аккуратно Вынимаем Сердцевинку Наконец Осенние груши Конечно Сейчас самое время Готовить груши Они не сочные Они прямо Бегут Соком Прямо у них Так Прямо Просятся они Сейчас и салаты С грушами Надо делать И выпечку А если более Такие плотные груши Я очень люблю Грушевое варенье Из таких сортов Крепких груш Ох, какой у меня Дед варил варенье Именно дед Мы их надрезаем С тобой Вот таким веером То есть Видишь Я не прорезаю До конца Четвертинку Так Все Вынимаем Наше тесто Из морозилки Бля Ты посмотри Оно абсолютно Замерзло Отлично Просто То, что нам И нужно Теперь Сверху Марципан Ровным слоем Распределяем Ну а теперь Мне кажется Выкладывать Это прям Каким-нибудь Солнышком Наоборот Какой-то такой Беспорядок Творческий Может быть Из этих груш Сотворен Здесь А эту Сделаем Вот так Начинки Много не бывает Вот абсолютно точно Особенно такой Прекрасный Посмотри Какая красота Все Духовка 180 градусов Разогрета И Поехали Минут 40 И тарт Будет на столе Упля Мне кажется Тарт Получился не менее идеальным Ты понимаешь Ну как можно отказаться От песочного теста В таком рецепте Когда Вот такая Золотистая корочка Хрустящая Создает Основу Этого чуда Приятного аппетита По-грудински Кстати Я забыла спросить Как это будет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому